Привет всем! Сегодня я снова хочу разобрать одну сказку, ну или скорее это, наверное, urban myth, городской миф, городская легенда. Я не культуролог, в архивах не копался, не могу прям железно гарантировать, что это так, но, скажем так, есть много косвенных данных, что очень известная фраза, пословица, которой оправдываются всякие нехорошие явления в нашей жизни, в лучшем случае неправильно понимается, а в худшем случае выдумано. Речь идет про пословицу «бей бабу молотом, будет баба золотом». Наверное, лидирует в десятке на сегодняшний день, при том, что установить ее источник не представляется возможным. Пословица давно кажется мне каким-то полным бредом, то есть логически ее невозможно объяснить никак, ни отсылкой к домострою, только люди, которые не открывали домострой, могут объяснить эту пословицу домостроем, ни какой-то простой логикой, типа вот причинно-следственные связи. Сделай это, будет то. И если вы знаете семьи, в которых регулярно практикуется, скажем так, классическое домашнее насилие, на самом деле, так как оно подразумевается в этой пословице, вы знаете, что, скорее всего, золота там нету. Для начала два факта. Во-первых, есть известнейший словарь Даля, словарь-пословиц русского языка. Словарь этот издан в 1862 году. Можно легко убедиться, что в нем нет такой пословицы, и даже близкой пословицы по значению тоже нет. Зато, например, в словаре Даля есть пословица «В старые годы бывало мужья жен бивали, а ныне живет, что жена мужа бьет». Это так, зарисовка культурологическая из 1862 года. Учитывая популярность этой пословицы сегодня, как вы думаете, если бы Даля ее знал, он мог ее не включить по какой-то причине в свой каталог? Мне кажется, крайне маловероятно. Теперь смотрим словарь Н.В. Уварова. И там эта пословица находится легко, среди прочих. Проблема в том, что словарь Уварова прямо по названию указывает, что там собраны пословицы второй половины двадцатого века и начала двадцать первого. Снова косвенные указания на то, что эта пословица свежая, свежая. В общем, моя версия, что с очень большой вероятностью эта пословица появилась в результате перефразирования какой-то действительно имевшей место пословицы, которая была либо неправильно услышана и переписана, либо там было допущено искажение. Как, например, в известных шуточных пословицах «Не плюй в колодец, вылетит не поймаешь». Вот что-то в таком духе примерно. Далее я приведу пять объяснений, что эта пословица, скорее всего, означает, если она вообще когда-либо существовала. И вы увидите, что они в чем-то родственны друг другу. А сейчас это искаженное представление используется как черный миф против мужчин. И он согласуется с другим хорошо известным черным мифом, тоже про мужчин, но в англоязычном мире. Приведу ближе к концу. Итак, для начала замечу, что многие слова, особенно в использовании в старых фразах, в старых предложениях, значит совсем не то, что мы привыкли под ними подразумевать наше время. Возьмите, например, глагол «бить», который используется в том числе в этой пословице. Я беру современный вариант пословицы. Например, выражение «бить баклуши». Кто в теме, тот знает, что на самом деле это означает нарубание топором таких маленьких чурочек, заготовок для вырезки из дерева. Это называется «бить баклуши». Никто никого не бьет. Просто глагол такой. Еще пример. Кто читал огневушку-поскакушку, знает, что там используется выражение «бить ямы». Так старатели говорят о том, что они копают ямы и ищут золото, самородки и россыпи. «Бить ямы». Никто никого не бьет, опять же. Так они называют копание ям. Ну, такое значение вот у этого слова используется. Что же такое «баба»? Современную подсказку можно найти в ГОСТе. Р-53-463-2009. Молотые. Требования безопасности. Словарь терминов. Пункт 3.9. Баба-молота. Главный, совершающий возвратно-поступательное движение элемент молота, на котором крепится верхняя половина инструмента. Чуть более старый источник. Толковый словарь Ожегова. Баба. Второе значение. Ударная часть молота. Копра, ковочного и штамповочного устройства. Примеры. Ручная баба, пневматическая баба. Иными словами, баба это инструмент. Массивная болванка, которая используется в строительстве, например, при забивке сва или утрамбовке грунта. И бабой называется рабочая часть молота. В принципе, любого молота. Даже такого, который насажен на рукоятку. Ручной молот. То, чем бьют, собственно, тяжелая часть, это и есть баба. Итак, первая моя версия, и самая правдоподобная, мне кажется, это версия поговорки про ученичество. И относится она к кузнечному делу. Возможно, в переносном значении можно использовать ее и для других ремесел. Но она обращена к молодому подростку, мальчику, который осваивает кузнечное дело. Как он, скорее всего, его осваивал, если он жил в семье кузнеца? Я почти уверен, что, как и мой отец, и многие другие отцы, отец сделал ему нечто вроде детской наковальни. Берется большой старый молот или кувалда, кладется рабочей плоскостью вверх. И на этой рабочей плоскости молотком меньшего размера ребенок начинает пытаться что-то выстукивать. Например, для начала расплющить гвоздь в лезвие самодельного ножа. Я думаю, многие из вас так делали. Иными словами, баба большого молота, кувалды, используется в качестве наковальни для детских, так сказать, игр, тренировки работы с молотком. В этом случае «бей бабу молотом, будет баба золотом» означает, что ребенка поощряют осваивать и тренироваться в профессии кузнеца, то есть бить, уметь бить и сильно, и правильно бить молотком по бабе, чтобы он тренировался, изучил ремесло и в будущем смог сам себя обеспечивать. То есть золото – это его будущий заработок, которым он будет кормить семью. Пословицы на похожую тему, которые очень близко звучат. Золото не в золото, не побыв под молотом. Имеется в виду, что без преодоления трудностей человеку ничего не достичь. Другой вариант, который также иногда приводится в чернушной трактовке – «бей бабу с молоду, будет баба золотом». И в этом варианте тоже имеется в виду, что молодая – это не женщина имеется в виду молодая, а мальчик-юноша, который тренируется работать на наковальне молотком. Ему нужно бить бабу с молоду, пока он молодой. То есть приобретать навыки, которыми потом он будет зарабатывать себе на жизнь. Эта расшифровка кажется мне самой правдоподобной. Вариант номер два – метафора заработка, что человека кормят его руки. Похожая по звучанию пословица – «бей молотом, не будешь жить голодом». Между прочим, эта пословица присутствует в словаре далее. И родственная ей тоже пословица – «не умел шить золотом, так бей молотом». Имеется в виду, что если не умеешь ничего более искусного делать руками там, то будешь работать грубо физической силой. Но смысл здесь тот, что «бей бабу молотом, будет баба золотом» имеется в виду, что кузнец или другой человек тяжелого физического труда, работая физически, превращает что-то в золотое, и на это кормятся. То есть это метафора заработка и снабжения семьи, только уже для взрослого человека, а не для ученика. Вариант номер три – уже немножко более слабый. В этом варианте расшифровки используются разные значения слов «баба» в первой части и «баба» во второй части. В первой части баба продолжает быть инструментом кузнеца, то есть это молот, которым он работает. То есть по сути бабой. Когда он замахивается молотом, он бьет бабой и бабу, то есть одновременно, и то, и то верно. Но «будет баба золотом» имеется в виду про жену. В этом значении пословицы речь идет про сварливая жена получается из-за того, что человек мало зарабатывает или плохо работает. То есть приноси больше денег, больше бей бабу молотом, будет баба золотом. Жена будет довольна, счастлива и тебе будет тоже хорошо, как завещал Джон Грей. Четвертый вариант происхождения пословицы ближе подходит ко времени появления, если это правда середина или вторая половина 20 века. Дело в том, что различные механические автоматизированные варианты молота появились сравнительно поздно. То есть это должен был быть либо паровой молот, либо электрический молот, либо еще какой-то молот другой с механизацией. И в таких молотах подвижная часть, которая собственно наносит удары, кроме рабочей плоскости, как я понимаю, она тоже называется бабой. Если эта пословица имеет в виду такой вот механизированный молот, который стоит на заводе, это не что-то, что стоит у человека дома в сарае, это что-то, что стоит на большом заводе, где производится какое-то крупное оборудование, то тогда эта пословица могла означать такой социалистический, коммунистический призыв к увеличению производства посредством молота. То есть это относится и к наращиванию, собственно, объема в производстве и качества работы, и к наращиванию умения, скилла. Но в целом девиз «Бей бабу молотом, будет баба золотом». Кстати, возможно, здесь искажение как раз появилось. Возможно, «Бей бабу молота», именно так, как в ГОСТе написано, а не так, как в пословице. Если это просто на выражение «Бей бабу молота, будет баба золотом», твой станок, на котором ты это делаешь, станет золотым, волшебным, и сможет делать такое, чего ты раньше делать не мог. В принципе, в этом значении он тоже роднится с вариантами там номер один и номер два, но относится уже к такому большому промышленному оборудованию времен развитого социализма. Вот так. И, наконец, номером пять. Невозможно проигнорировать такую трактовку этой пословицы, даже в интернете про это пишут, но я все-таки проговорю. Это сексуально-интимная трактовка этой пословицы. И означает, что у жены сейчас характер не очень, она себя недостаточно дружелюбно ведет, потому что в интимном смысле ей уделяется мало внимания, или некачественно уделяется внимания. То есть, например, даже при детях, в окружении детей, если жена некого мужчины ведет себя явно агрессивно и не очень адекватно, то кто-то из опытных, более старших товарищей может ему там подмигнуть и сказать что-нибудь типа, что «Бей бабу молотом, будет баба золотом», имея в виду, что нужно более активно вести сексуальную жизнь. А почему здесь говорят и имеют в виду молотом, что подразумевает под молотом? Скорее всего, имеется в виду такой тонкий намек на очень энергичный половой акт. Я знаю минимум две позиции, где довольно легко при определенном типе движения, таком резком движении, получается такой характерный хлопок тела об тело. Если делать их ритмично, то, наверное, издали или из-за стены можно подумать, что кто-то стучит, как молотком. К слову, мне не кажется это хорошей сексуальной техникой, но то, что она имеет место и в пословице может иметься в виду именно она или намек на такое поведение, вполне допустимо. И в качестве заключения аналогия из англоязычного мира. Многие слышали, и эта тема обыгрывается иногда в кинофильмах, например, есть сцена в фильме «Святые струщоб» обыгрывание фразы «Rule of the Fam». Самое начало, когда титры еще идут, там вот эти два главных героя ругаются с такой тетенькой, не очень женственного вида, и ругаются именно вокруг этого термина. Я не знаю, как переводчик это перевел, не помню. Выражение «Rule of the Fam» буквально означает «правило большого пальца». По чернушной современной городской феминистической легенде это словосочетание означает якобы когда-то разрешенную толщину палки, которой можно было наказывать жен, что типа не толще большого пальца. На сегодняшний день достаточно подробно показано, что это чернушная вещь, родилась она благодаря конкретному совершенно человеку. Эта дама, зовут ее Дель Мартин, и родила она эту фразу в 1976 году. И даже тогда она не использовала ее в буквальном значении, а в переносном, потому что у этого выражения «правило большого пальца» есть переносное значение. Даже не то чтобы переносное, есть общепотребительный смысл, в котором он применяется во множестве разных ситуаций. «Правило большого пальца» означает, что для каких-то повседневных дел, например, в плотницком деле, если нужно отмерить какую-то маленькую толщину, например, толщину доски, достаточной для того, чтобы на ней можно было сидеть, то берется «правило большого пальца», то есть толщина большого пальца. Здесь играет роль еще то, что большой палец довольно мало различается по ширине в первом суставе и составляет примерно один дюйм. И вот любое такое наколеночное простое вычисление, которое делается при помощи, например, рук или чего-то еще, что есть под рукой, это и называется «правилом большого пальца». Даже, например, когда англичане просят налить виски на два пальца, это тоже измеряется в пальцах, и, в принципе, это можно считать частным случаем «правило большого пальца». Так что про это выражение хорошо известно, что это была чернушная легенда, запущенная конкретной дамой, вступившей в однополый брак, скажем так. На этом у меня все по избиению баб. Вставляю ссылку в угол на мультфильм про «Золотой гвоздь», который, я думаю, очень хорошо иллюстрирует мою первую расшифровку этой пословицы. Это явно родственная тематика. Если у кого-то есть источники более ранние, чем словарь «Даля», прошу указать их, будет интересно рассмотреть. Всем пока, удачи, продолжаем бороться с чернушными городскими легендами.